МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мастера спорта Виктор и Валерий Костюк, Аманат Хамзин, Табрис Исмаилов возвращались с всероссийских соревнований. То, что именно Волгоград выбран площадкой для проведения спортивного мероприятия такого масштаба, считаю весьма символичным, поскольку нынешнее состояние – это вклад не только в развитие массового и профессионального спорта, но и в патриотическое воспитание молодежи, которому мы придаем особое внимание. Волгоградская федерация по универсальному бою достаточно молода. Заявка на регистрацию была подана в апреле прошлого года, в июле была пройдена аккредитация. И вот регион принимает первые крупные соревнования по универсальному бою и сразу чемпионат России. В город-герой проявить свою силу духа и волю к победе приехали порядка 400 участников из 53 субъектов страны и еще 8 команд, представляющих силовые ведомства. Однозначно, это только начало и у нас большое будущее, поэтому всем понравилось, руководству федерации, Российской Федерации понравилось, нас оценили, поэтому не зря проделана работа. У нас теперь друзья в 53 регионах нашей страны. Мне понравился Волгоград, это легендарная земля, все были на экскурсиях, это Мамаев, Куруган, музей «Панорама». Все в восторге от Волгоградской земли, везут в море кучу положительных эмоций. Волгоградские спортсмены представили свой регион на родной земле более чем достойно. Финальные поединки прошли на таком характере, да, это все заметили. У нас 4 финалиста и один бронзовый призор. Сегодня вот ребята в классике показали очень достойные поединки. За небольшим счетом уступили ребятам, тоже серьезным ребятам, мастер спорта международного класса. Парень наш проиграл, Вик Лудаков проиграла в активность. То есть, ну, шикарные бои. Ребята молодцы. Универсальный бой. Название говорит само за себя. В эту спортивную дисциплину приходят из разных единоборств. Но есть в этом виде особое отличие. Прежде чем начать бой на ринге, спортсмены демонстрируют свою ловкость, скорость, выносливость и меткость на полосе препятствий. Казалось бы, простая полоса, да, как в детстве, как в заргицах, ну, может оказать такое вот функциональное напряжение. И, как говорится, она сказывается. Особенно после первого раунда, когда начинают мышцы отекать. Полоса, конечно, свои коррективы вносит. Но в этом есть, наверное, эта изюминка. Первые дни соревнований участники боролись за победу в категории «лайт». Та же полоса препятствий только на ринге – борцовская техника. В классическом варианте к борцовской технике добавляются удары руками и ногами. Каждый бой по четыре раунда. Бросок на спину означает чистую победу. В весе 70 килограмм чемпионом России стал боец из Омска Артем Нужнов. Мастер спорта международного класса по рукопашному бою. Профессиональный боец ММА. К этому чемпионату он готовился полтора месяца со своей командой. Акцент в тренировках ставили на прохождение той самой полосы препятствий. Также на выносливость и борцовскую технику. Первый раунд я выиграл уверенно. Второй раунд был более равный. Я выиграл по первому техническому действию. Хочу сказать большое спасибо с инкрудантам, которые меня вели по ходу боя. Подсказывали сколько времени осталось. Как мне правильно вести бой. Им очень благодарен. Третий раунд у меня получился уверенно. И четвертый. На морально-волевых качествах. Но самое главное на турнире это дружественная атмосфера и уважительное отношение ко всем участникам и к тем, с кем оказался на ринге. Финальный бой в весе 70 килограмм между Артемом Нужновым и Денисом Романовым оказался поистине зрелищным. До последнего спортсмены держали в напряжении болельщиков. Хороший боец. Хотел бы тоже поблагодарить его. Хороший бой закатили. Думаю, самый красивый на этом чемпионате финальный бой. Следующий чемпионат мира России по универсальному бою состоится в Сочи в сентябре этого года. Валентина Конышева, Вадим Шабанов, телеканал Волгоград-1.